Капитан Кусто рассказывает сыну Жану Мишелю, как он доволен новыми моторами Калипсо. От Майами до Панамы, через Галапагосы и дальше до Маркизских островов, Калипсо твердо держала скорость более 11 узлов. Но переход через просторы Тихого океана был долгим, а затем, говорит Кусто, посреди океана поднялись крутые горы. Однажды бог Маои во время рыбной ловли извлек со дна Маркизские острова. Вздымая скалистые вершины из зарослей, эти морские горы прячут в своих складках остатки исчезнувшей цивилизации. Символы древних верований вырезаны в камни крысинными зубами. Застывшие каменные образы контрастируют с подвижной грацией живых существ. Всего 300 лет назад здешняя природа и люди подверглись вторжению представителей иной культуры, которые принесли с собой огнестрельное оружие, алкоголь, наркотики, деньги и эпидемические инфекции. Скоро население Маои резко сократилось. Сегодня дальние потомки легендарных соваев, маркизские дети с радостью приветствуют команду Калипса традиционным обрядом своих предков. Жак-Ив Кусто. Второе открытие мира. Маркизские острова. Продюсер Жак-Ив Кусто. Композитор Джон Скотт. Исполнительные продюсеры Жаков и Жан-Мишель Кусто. После прощального торжества в порту Майами капитан Кусто поднимается на борт своего корабля, расставаясь с Жаном Мишелем, который будет руководить экспедицией в другой части света. Подготовленная как атлет к олимпийскому марафону Калипса отдает Швартовой. Ее корпус перестроен, она оснащена новыми моторами и винтами. Капитанский мостик оборудован новейшими навигационными приборами. Калипса и ее команда выходят в море, чтобы продолжить свое пятилетнее плавание по океанам Земли. Скалы из моря. В первый вечер Норберг гадает, покажет ли себя почтенная Калипса, как подобает новому судну, которым она теперь считается. Капитан Альберт Фалько смотрит, как на новом экране радара автоматически отмечается положение спутника. Дни проходят, а Калипса пересекает Карибское море по направлению к Панамскому каналу. За прогноз погоды отвечает радиоинженер Гежуаз. Команда смотрит на него, как на посланца богов, наделенного силой усмирять ветры и волны. Пользуясь затишьем, люди испытывают новую ходовую часть Калипса. Покидая мостик, гордый кустой идет в машинное отделение, чтобы посмотреть на работу моторов и узнать о потреблении топлива. Альберт Фалько и Поль Мартен подтверждают, что скорость Калипса возросла на полтора узла, а расход топлива упал на 20%. Когда море неспокойно, Калипса сильно качает, и жизнь на борту становится довольно нелегкой. Весь текелаж надежно закреплен, на палубе хозяйничают волны, в коридорах не души. Марса Людэ закрепляет тарелки и стаканы на столе, иначе они могут моментально оказаться на полу. Но за 37 лет плавания Калипса и ее команда пережили бы гораздо большие трудности. Им ничто не страшно. Высококлассный повар Патрик Бернар всегда готов побаловать тех, кто не страдает морской болезнью. Когда ветры стихают, уставшие морские птицы, какая-то коричневая олуша, отдыхают на Калипса. Наверное, так же птицы садились и на парусники путешественников прошлого, таких как испанец Альвара Миндан. Он достиг маркизских островов в июле 1531 года и назвал их в честь маркизы Мендоса, прекрасной супруги вице-короля Перу, который субсидировал экспедицию. Тропическая жара становится труднопереносимой. Альберт Фалько и Поль Мартен устроили душ с дорогим шампунем корабельному талисману Юки, уроженцу Мадагаскара. Юки главный герой, карикатур, который рисует Доминик Серафани. Он изобразил почти всех членов команды. Пока люди потешаются друг над другом, Калипсо приближается к экватору. Ветераны команды тайно готовятся к испытанию новичков, которых ждет традиционный обряд пересечения экватора. В восьми днях пути от ближайшего острова Кусто, Фалько и Гежуаз корректируют курс Калипсо полоцем и картам погоды. Ветераны команды и Гежуаз корректируют курс Калипсо. Ветераны команды на кольном шампунем. Альберт Фалько и Гежуаз корректируют курс Калипсо. Ветераны команды в decomposition двух Nелетник Сафар. Ветераны команды на герой, кара, угород, герой, параллели. Субтитры делал DimaTorzok В это время года ураганов не бывает. Зато есть встречное течение, скорость которого восемь десятых узла. В целом погода отличная, заключает Фалько. Наконец, после 27 дней плавания судно приближается к цене. Далеко в открытом море Калипсо встречает стадо дельфинов, которые, похоже, хотят показать нам дорогу к Маркизским островам. Эта картина вызывает в памяти фреску возрастом в пять тысяч лет, на которой мифические дельфины ведут греческое судно к острову Крит. Из бурлящей утробы океана вулканы выбросили это каменное пламя к небу. Затем бог Тахакити сотряс горы, чтобы создать людей. Именно здесь, на острове Нокухива, первый человек Атеа, его жена Атануа и сорок их детей дали начало людям, народу гордому и непреклонному, как их вулканическая колыбель. Желая исследовать, что скрывается у основания этих волшебных островов, наши ныряльщики погружаются в подводный мир, который так же суров, как и вулканический пейзаж над ним. КОНЕЦ КОНЕЦ Внезапно люди замечают волнообразное движение у самого дна. Это несутся в своем придонном полете большие морские коты. Возможно, скаты были потревожены, наняли стилищи и имитируют атаку, чтобы отпугнуть чужаков. КОНЕЦ Здесь нет коралловых рифов. Пейзаж суровый и таинственный, как и каменные джунгли, нависшие над океаном. Боб Браунбек поднимает в воздух Феликс, вертолет Калипса, чтобы обозреть маркизский архипелаг, скопление вулканических островов, протянувшихся на 120 морских миль с северо-запада на юго-восток. Ветер, дождь, солнце и органическая эрозия оставили на голых крутых склонах глубокие шрамы. Сообщение здесь по-прежнему осуществляется в основном по воде. Калипса посещает 12 островов, из которых сегодня обитаемы только 6. В 1804 году русский мореплаватель Крузенштерн подарил пару коз верховной жрице Тейо, которая объявила их священными. Козы скоро размножились и уничтожили растительный покров на больших участках земли, отчего ускорилась эрозия, и 6 островов превратились в покинутые куски пустынной суши. Знаменитые лошади, запечатленные Гогеном, были завезены из Чили в 1857 году епископом Дордионом и теперь Одичалией. Одна из главных целей Калипса – бухта Девственниц на острове Фатухива, одно из живописнейших мест в мире. Остатки маркистов собрались в небольших деревнях по прибрежным долинам. Неоднократные вторжения авантюристов, колонистов и миссионеров оторвали местное население от его религиозных и общественных традиций. И сегодня маркисты стремятся вспомнить прошлое, восстановить свою историю и ремесла по немногочисленным остаткам уничтоженной культуры. Современной гигиене шаг за шагом удается замедлить сокращение туземной популяции, которая ныне в 10 раз меньше, чем 2 века назад. Прибрежная рыбная ловля на каное обеспечивает изобилие морских продуктов без истощения естественного запаса. Некогда кокосовая пальма была настоящим чудо-деревом этих мест. Ее использовали как источник пищи, материал для одежды, украшений, строительства. Раньше копра была важным сырьем для технического масла, а сегодня этот промысел сохраняется лишь благодаря правительственным субсидиям, служа искусственным источником благосостояния. Многие маркисты опять украшают себя татуировками маори. Люди уже не понимают их значения. А специализирующиеся на этом художники копируют на листах из древесных волокон, называемых таппа. То, что когда-то служило одеждой, определяло социальное положение и, возможно, составляло навеки забытый язык. В самоотверженном стремлении найти свои корни маори, по иронии судьбы, могут использовать лишь немногочисленные гравюры, оставленные теми, кто разрушил их культуру. Фалько, местный проводник Даниэль, биолог Сарано, писатель Марк и художник Доминик, пересекают реку и поднимаются по ее долине. На Нокухива нет современных дорог, но в древние времена здесь были и мощенные улицы, и каменные дома, и многочисленное население. Руины лежат на месте царского поселения, которое было организовано как греческий город. А жило здесь, возможно, до 30 тысяч людей. Теперь же на всем острове осталось лишь 2 тысячи. Даниэль говорит, что 90% населения истребили эпидемии черной оспы, завезенной из Чили. Тем временем Кусто и его летчик Ас Браунбек, взяв кинокамеру, отправились в захватывающий полет. В основе всех первобытных религий лежит почитание природы, особенно воды. Возможно, истоки рек до сих пор украшены древними извояниями. Между прочим, маркистцы верили в трех главных богов, которые напоминают христианскую троицу. Количество второстепенных божеств постоянно росло. Их создавали жрецы, которые обожествляли самих себя и правили своим народом с безжалостным деспотизмом. Они устанавливали строжайшие табу и практиковали жестокие человеческие жертвоприношения. Но достигнув подножия водопада, мы с Бобом обнаружили, что вокруг этого мирного водоема веками властвовала лишь природа. Когда мы поднялись повыше, я заметил на вертикальных склонах несколько пещер. Наконец, мы определили назначение этих гротов, к которым почти невозможно подобраться и трудно приблизиться с воздуха. Это человеческие гробницы. О находке сообщили наземной команде, и Фалько решается на опасное восхождение. На полпути местный проводник решает дальше не идти. Возможно, он устал или боится, что нарушение священных табу разбудит мстительных духов. Маркисты верили в бессмертие души и не боялись смерти. Вокруг покойника собирались все родственники, которые пели, ели и курили. А обнаженные танцовщицы принимали соблазительные позы, чтобы у души остались приятные воспоминания о земной жизни. Маури считали, что такой погребальный пир удержит души мертвых от того, чтобы потом донимать живых своими посещениями и упреками. Даниэль рассказывает, что в таких высотных гробницах хоронили только членов царской семьи. Тело укладывали на тапа, днем сушили на солнце, а ночью умощали пани специальными снадобьями. После месяца такой обработки тело мумифицировалось и теряло в весе, поэтому его легче было нести наверх. Кустой его команда пробираются к мехахе, алтарю из вулканических камней, где приносились жертвы, в том числе человеческие. Маркисты были каннибалами, но не потому, что нечего было есть и не по велению инстинкта. Их жертвенные обряды объяснялись верой в то, что таким способом можно искупить грехи и смягчить гнев богов. Над руинами алтаря высится каменный идол Тики. У этой фигуры есть имя – Такаихи. Изначально Тики был скульптором, который стал богом. Он изобрел искусство татуировки и ваяния каменных статуй, которые до сих пор называются по его имени. Таких фигур было множество. Из лавы или дерева, во всех местах поклонения. У каждой касты был свой алтарь, вокруг которого стояли каменные хранители, изображавшие самых почитаемых предков семьи. Кусто полагает, что древние маркистцы вырезали своих Тики под впечатлением от очертаний скал, вдохновлявших их мифологию, которая сегодня почти совершенно забыта. Иные символы, другие жрецы и ритуалы были завезены кораблями, которые гнали сюда восточные посадки. Однако некоторые маркистцы помнят, что игре на морской раковине их предков научил бог Туто-Аки. Вдохновленные своим энергичным мэром Рене Комуатини, жители Уапу исполняют для команды «Калипсо» традиционный танец «Ру-У». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Маркистцы всегда любили лакомиться этими яйцами и сырыми, и в виде омлета. Это легкий способ воспользоваться дарами моря, потому что забота ловить рыбу остается на птицах. Кусто хочет совершить погружение в самом нетронутом месте и ведет «Калипсо» к скале Тамасе – небольшому, но коварному рифу в 16 морских милях на северо-восток от Фатухива. Это крутой пик, поднимающийся от шельфа, с глубины 45 метров и едва видный над водой. Фалько велит рулевому взять вправо, чтобы подойти к отмели кормой. Кусто посылает катера-зодиаки, чтобы они протянули тяжелые нейлоновые тросы от заднего Кабистана к маленькому островку и закрепили их на нем. Задача непростая, учитывая, как грозно длинные тихоокеанские волны накатывают на одинокую скалу. Чтобы удержать «Калипсо» на безопасном расстоянии, аквалангисты удлиняют тросы. Долгая и трудоемкая процедура швартовки была предпринята в надежде, что погода позволит «Калипсо» провести здесь ночь и два дня для полномасштабных подводных исследований. Кристиан Лекурье, Бельфон, Франсуа Сарано, Дик Джонсон и Доминик Арье спускаются в зодиак, за рулем которого доктор Лемассон. Приближение к скале Тамасе оказалось нелегким. Волнение на поверхности контрастирует с безмятежным покоем под водой. Наш передовой отряд встречает богатейшее разнообразие и изобилие морской жизни. Здесь и храбрые обитатели открытого моря, и робкие оседлые рыбы, луцианы, рыбы-хирурги, рыбы-белки, морские ангелы. Они снуют вокруг и играют в прятки в лабиринте трещин и расселин. Волшебство рассеяно вторжением довольно крупной акулы, любопытной и настойчивой. Особенно акулу интересуют наши кинокамеры. Надо соблюдать осторожность. Неизвестно, как она отреагирует на человеческие лица. Проплывающая мимо стая карангсов куда меньше нас озабочена соседством хищницы. Наконец акула понимает, что здесь поживиться нечем. На следующее утро Фалько летит разузнать, что это за белые барашки виднеются на горизонте. К своему удивлению он обнаруживает огромное стадо морских свиней. Десятки тысяч животных двигаются с востока в нашем направлении. Как в хорошо обученной армии, командование высылает вперед разведчиков, за которыми следуют батальоны, дивизии и, наконец, арьергард. Сначала я поражен размахом этого парада и знаю, что наши ныряльщики не замедлит броситься к своим аквалангам и катерам. Но я спокойно предупреждаю их. Рыба, которую мы вчера видели, исчезла. Почему? Увидите сами. Моя собака Юки взволнована людской суетой. Но я знаю, что могу попрощаться с другом не спеша. Когда зодиак достигает скалы, три моих товарища прыгают за борт. Как и полагается, я держу в руках камеру. Но морские свиньи уплывают прочь. Их шумной толпе нет до нас дела. Им некогда даже проверить, исходит ли от нас опасность. В море тысячи морских свиней напоминают орды гуннов, приводя в ужас рыбные популяции на десятки миль вокруг. Морские животные слышат их щелчки и писки на огромном расстоянии. А волны, расходящиеся от дельфинных хвостов, улавливаются боковыми линиями рыб, органами их шестого чувства. В результате окрестности скалы Тамасе представляют собой пустыню, если не считать нескольких неаппетитных или гротескных созданий. За один день тысяча морских свиней пожирает семь тонн рыбы. Но здесь далеко не вся рыба попалась им на зуб. Большая часть скрылась в недоступных местах и высунет нос только когда шум затихнет вдали. Мы покидаем пустынные воды с камерами, полными неотснятой пленки. Мы решаем снять марш морских свиней подводными камерами с катеров на скорости. Пока мы были в их стихии, они нас избегали. А теперь они резвятся перед нашими катерами. Волнение на море слишком затрудняет съемку. Но на пленке видно, что морские свиньи двигаются тесными группами и часто ныряют так глубоко, что пропадают и из виду. На каждое животное, видное на поверхности, приходится более десяти несущихся под водой. Встреча незабываемая, но пора возвращаться. Фалько также наблюдал с борта Калипса за этими игривыми и грациозными созданиями. Субтитры создавал DimaTorzok Калипс 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 Погода ясная, и Кусто со своей камерой поднимается на борт вертолета. Облака рассеялись над пиками Уапу, что вздымается на 1200 метров над небольшой гаванью Хататетау. Этот собор из лавы, выброшенный из океанской утробы, редко допускает людей в своей чертоге. Но с воздуха кажется, будто его колонны и шпили ведут мистический разговор с богами и стремятся к недостижимому совершенству небесного рая. Я знаю сад между морем и небом, в облаках он посажен и ждет птиц и поэтов. О, тупо, гигант, воздвигший эти скалы, там ли запретные гавани, которые ты прячешь? Я знаю сад, цветущий в глубинах моря, безмолвный и чудный, колыбель твоя и могила. Океан скрывает нерожденные острова, очень похожие на Уапу. Гежуаз показывает Марку-эхограмму, сделанную в 20 милях от берега. Кривая выявила профиль рельефа, с которым кусту теперь знаком. В изумлении Марк говорит, это же Уапу, только затопленный. По приглашению Рене Кумайтини, кустой фольго высаживается на берегу Хакатетау, где их радостно приветствуют школьники. Это здоровая и веселая молодежь, которую ждет полноценная жизнь после нескольких веков уничтожения их народа. Кусту и дети обмениваются вопросами. Кто умеет плавать? Хорошо. А кто боится акул? В море больше тысячи рыб? А больше миллиона? Девочка спрашивает, сколько человек на борту «Калипсо»? А сколько помещается в подводном блюдце? Только два, отвечает Кусто. Пилот Альбер Фалько и пассажир. Здесь нет туристов, приезжих совсем мало. Сокровища Маркирских островов не афишируются. Их показывают только тем, кто этого заслуживает. Будто драгоценные камни из сундуков Теахумуана, местного Нептуна, черные камешки открывают свои секреты завороженным детям. Это цветочные камни, или Кеапуа, драгоценность залива Хои-Хои. Их видят здесь лишь ветер, дождь и глаза невинных. На Маркирских островах навсегда бросили якорь художник Поль Гоген в 1901 году и певец Жак Брель в 1975. В своем отчаянном поиске абсолюта оба они бежали от духовной загрязненности наших городов. И тот, и другой прожили здесь всего по три года. Но оба достигли своей цели и идеала. Гармония человека, природы и искусства. Марк ведет кустон на кладбище Атуана на острове Хива-Хоа, вспоминая Жака Бреля, поэта-изгнальника, Дон Кихота, сражавшегося с ветром. Он все предвидел, говорит Марк. Выбрал себе место и попросил, чтобы здесь было его изображение вместе с Мадели, его подругой. Он попросил нас собраться здесь через год после его смерти и выпить шампанского на его могиле. Часто по ночам он навещал могилу Гогена. Честно говоря, рассказывает Марк, как человек он ему нравился больше, чем как художник. Кусто не согласен. Последний приют Гогена охраняет О'Вири, многоликая нимфа. Художник и поэт, бок о бок. С этой оконечности острова души улетают в Гаваики, полинезийский рай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О'Маркизе Таити остров мечты, хотя реальность далеко не так романтична. Рост главного города Таити, Пепеэте, неизбежно вытягивает человеческие ресурсы из ближних островов, из далеких маркизов, в результате чего их население сокращается. Возрастает и потребность в деликатесах. Туристы невольно вносят лепту в истощение природных ресурсов. Этот похожий на гаргонтьюа маркизец днем государственной служащей, а ночью ловец омаров. Его богатый улов еженедельно отправляется на Таити, на откорм туристов. Он ныряет так же, как испокон века ныряли его предки Маори. Его бережет Хохакай, бог рыболовов. Пьеро много работает и богатеет, продавая ненасытным туристам не только омаров, но и свои мечты. Но сегодня такой неконтролируемый лов может угрожать выживанию вида. Пробуждение может быть горьким. Мы пригласили Пьеро на трапезу, в нашу кают-компанию. К моему удивлению, он рассказывает, что ловит омаров уже 17 лет. Хоть немного еще осталось? Да, говорит он. Но признает, что теперь требуется больше времени, чтобы наполнить мешок. И Пьеро и его товарищи знают, что в их собственных интересах не ловить икряных самок омаров. Но оправдание такое же, как всегда. Мы бы их отпускали, если бы все так делали. Ушло в прошлое время, когда каждый из Марктийских островов был первобытным пристанищем простых людей, художников и богов. Сегодня остатки местного населения влекут другие идолы, сеющие соблазн по всему свету. Доктор Луи Ролен писал, коррупция начала распространяться по Марктийским островам в тот день, когда белый человек пожелал оплатить то, что здесь всегда отдавали просто так. Продолжение следует...